Не понял юмора. Обычный вечер на ферме вблизи поселка Целинный закончился кровавой трагедией. Дело обвиняемого в тройном убийстве китайцы начали сегодня рассматривать в краевом суде. Джан Си Чень убил троих своих земляков из-за шуток. Те рискнули пугать 54-летнего овощевода, что он потеряет работу и поедет обратно в Китай. На овощеводческой ферме в результате распития спиртных напитков гражданами КНР и личной неприязни непосредственно подсудимого другим участникам данной трагедии из-за того, что его хотели отправить домой на родину, то есть он бы лишился работы. Джан Си Чень вытащил нож и ножом стал наносить многочисленные удары потерпевшим. Под горячую руку Джан Си Чень попали двое рабочих и девушка, управляющая фермой. Только детали о ножевых ранениях государственный обвинитель на суде перечислял не менее 10 минут. Информация до обвиняемого доходила через переводчика. Расправившись с земляками, он позвонил домой сыну, попрощался и попытался покончить с собой тем же ножом. Случай на моей памяти редкий, единственный. То есть совершение особо тяжких преступлений такого количества, то есть убийства лиц граждан КНР на территории Российской Федерации. Потерпевшие, оставшиеся в живых, отказались участвовать в заседании суда. Сейчас они находятся в Манчжурии. Гражданину КНР грозит срок заключения от 25 лет до пожизненного. Наказание житель Поднебесной будет отбывать в России.